это мы у нас весна и мы в парке несмотря на то что у меня есть костыли и до сих пор еще моя правая нога в гипсе это наша первая вылазка в парк это весной ну тогда получилось что сначала было как бы не до этого потом особо весны нас не было а потом были майские праздники и я сломала ногу вы видели сами мое приключение в больнице вот я так понимаю что очень много еще видео которые я не успела выложить из-за этого с наших майских приключений ну а вот сейчас мы решили все-таки выползти в парк у нас появилось кресло потому что дайте на костылях длительные длинные расстояния самостоятельно я пока к сожалению так и не могу для меня это немножко тяжеловато физически очень сильно болят руки и очень сильно напрягается нога в общем и подмышками и осеньки об этом можно было волчать вот поэтому мы нашли такой для себя небольшой выход как кресло каталку вот знаете я очень долго сопротивлялась она у меня очень долго пытался говорить на нее я спротивлялась то что ну правда ну зачем ну как то вот а сейчас такой кайф ты едешь ты гуляешь тебя везут и это так удобно и для меня потому что так хотелось парк но без него я не пойду а с ней ну в общем то это было очень некомфортно и неудобно это кайф на кайфуем так что предлагаем вам прогуляться вместе с нами и но и провести сегодняшний день сегодняшний субботний день вместе с нами пойдемте доедем мы реснички у меня наручина надо коррекцию вот едем получается по дороге потому что вот раньше когда не саму ногами ходишь не обращаешь на это внимание а сейчас конечно очень обращаешь внимание чтобы пандусов для заезда коляски на тротуар вот скажем так на дорожку какую-то сторону нет совершенно нигде вот за редким исключением это можно встретить дано вот туда прямо вот получается приходите ехать от пола скажем так по дороге фактически вообще не заедет давай отойдем то машина даже где-то вдруг нечаянно заедешь что не факт что потом его на коляске с нее съедешь очень 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 сильно мы право обратили на это внимание опять-таки неру никогда не обращаешь внимание пока ты ходишь на своих двух стоит тебе сесть на какую-то коляску да или завести ребенковской ты идешь не гуляешь пока с коляской ты сразу обращаешь на это внимание возникает безумные трудности ну да заезда нет даже съезда я особо не вижу вот а вон там вот есть небольшой съезд надо там перегорожена машина то есть так вот не подъедешь потом красная машина стоит и кажется на прям перегородил от съезд он перегорожен получается вот так приходится обкатываться поехали дальше вот такие вот дела машина перегородила да и ну я вам показала мама с коляской просто взяла и это хорошо да но это хорошо как бы к ребенку не так много висит как взрослого человека для сейчас еда на коляске да меня чтобы так это не не скатешь ну да вот они перегорожены до съезды в общем ничего поехали мы бип-бип-бип биб-бип мы тоже мы маленькая машинка но виби-бип а ну вот он один единственный заезд славьте господи, на него здесь надо будет заехать, а может иначе мы потом больше нигде не заедем, чтобы подъехать к салону. Ты как там, не устала меня вести? Ну, скажем так, ручки поработают у меня, я мускулатуру такую... Просто я на костылях далеко уйти не могу, поэтому взяли мне коляску, чтобы вот так вот можно было пойти погулять, там еще чего-то. В общем, мама сказала, я тебя буду возить, хочу коляску. Он говорит, ну ладно. Не, ну... В общем, мы вот так вот оставили. Дорогие друзья, ну, сейчас весна, и, скажем так, если ей снимут гипсу только в июне, весну она все пропустит. Смотрите, вот, ну... Да, просто смысл в чем? Поехали, поехали. Едем. Но! Но! Ну, у меня просто на ногу нельзя надо спать совсем. На близкие расстояния, там, по квартире, вот рядом дойти до такси, я могу на костылях, в принципе, свободно. Но на дальние расстояния мне очень тяжело ходить, очень сильно устают руки, нога... Даже на боках синяки. Да, поэтому вот мы решили, что будем немножко... Так, мы приехали. Будем немножко экспериментатор, и надо ездить теперь на колясочке. Ну что, я реснички поправила себе, сделала, снова красивая. Вот, сегодня еще осталось доехать до маникюра, вот, в таком же составе, скажем так. Не получается мне где-то к нашей девочке сходить. У нас есть очень мастер, которого мы нашли здесь в Митинге на хорошего. Да, шикарный мастер. Вот, но есть один большой минус, она находится там... На третьем этаже. Да, и там нет лифта, там только ступеньки. Подняться на третий этаж для меня сейчас проблематично. Ползком! Вот, поэтому рядом прям совсем с домом в соседнем подъезде я вроде бы открылась какой-то новый салон. Ну, записалась как-никак, ну, обычные хотя бы маникюры, покрытия лаком. Точно, не лаком, гелилаком не точно там смогут сделать. Вот, хотя бы чтобы дожить до того момента, как я снова смогу ходить. Артрес. Да, ну, хотя бы когда мне сделают артрес. Ну, а сейчас мы решили чуть-чудочку прогуляться до нашего Митинского парка. В общем, поехали. Вот, видишь, и такая красота, конечно. Да, ради этого стоит прокатиться. Хотя бы разочек. Ну, какой разочек? Если дальше нет, мы будем теперь каждый день выезжать. Ты что, это же... Ну, да. Мне дадут разрешать артрес носить, и я сама начну ходить. Проезжаем, осмотрим, здесь поломанные качели. Вот вопрос, с какой силой? Что надо с ними делать, чтобы они были поломаны? Подогнутыми палками. Вот называется дело для людей, а? Охренеть. Прыгали на них, что ли? Вот что-нибудь так вот, смотри. Сломали. Прыглеть. Идем, рассуждаем, что последний раз мы здесь гуляли, когда еще было холодно, даже снег еще лежал. Да, да, да. Как-то так. Ну, очень давно. Ну да, как-то в храм ходили. Да, да, да. Вот. А когда вот здесь все делали, а делали здесь в прошлом году, не было вообще никакого понимания, что здесь будет. Ну да, зачем все это переделывать. Вообще стало очень красиво. Очень удобно, да. Отдельно вот дорожки для тех, кто там на вело на чем-то. Да. Отдельно дорожки для таких, как мы, медленных пешеходов. Ну да, здесь очень широкая пешеходная зона, никто никому не мешает. Абсолютно. Есть даже вот отдельно вот такая вот дорожка. Есть мусорки для какашек собак. Будем называть все своими именами. Каштаны распустились. Ага. Классно. Погода сщаталась. Так, ну что, мы доехали до парка. Я предлагаю просто по кругу пройтись вокруг пруда. Ну давай. И вернуться. Мне кажется, самый такой оптимальный и не очень большой. Ну что, пойдем лебедь там есть, пойдем посмотрим. Ну посмотрим, пойдем лебедей. Так, ножку сейчас приподними. Эть, эть. Ой, ой. Ой, ой. Она мне нули. Да. Варенье за дуванчиков. А дуванчиков в этом году прям очень много. Да, аж целых две банки. Они говорят, такие жирненькие. Я не могу. А дуванчики? Ага. Ну мы сегодня, кстати, пробовали ее варенье за дуванчиков. Очень вкусное. Вообще она шикарная. Угу. Ну я к лебедям спуститься-то не смогу. А мы сейчас отсюда посмотрим. Ой, и соловей все равно поем. А, кстати, да, слышно было. Сейчас подальше от дороги отойдем, и там точно будет слышно. Я только пока уток вижу. Или я лебедей не вижу. А. Ну да. Значит лебеди позже привозят. Да. Пока только они утки. Или где-то они там спрятались. Ну да. Пока утки. Пока там ничего такого интересного нет. Пока только утки. Островков только больше каких-то появилось. Ой, ты посмотри сколько там людей там. Вон там. Загорали. На этих. Сейчас это получится увеличить. Ага. Во. Офигеть. Ну там удобно такие лежанчики позагорали. Да там не только. Там вообще просто. Негде. Вообще. Я бог упасть. Свободного места нет. А, вот загон патруль для лебедей. Видишь, такая вот. Раньше здесь как лудочная станция была, а сейчас как загон для лебедей, видимо. Или для уток сделали. Ну, чтобы они там отдыхали, видишь. Да. И сеткой, чтобы туда никто не заходил. Ага. Очень интересно, удобно. Ну, с другой стороны правильно. Потому что мы можем где-то отдыхать. Ну да. А не потом гнезда, как бы это. А сейчас они пары создают. Ну да. Нужно где-то, вон смотри там сколько их. Аж целых 4 штуки. Аж целых 4 штуки. Нашли мы лебедей. Оказывается, вон они. Они просто все там. Да. Много-много лебедей. Может сейчас там когда пойдем, вот вокруг прудик. Там поближе где-то их увидим. А, ну он и загорает, и рыбу ловит, наверное. Ага. Ага. Ну да. Кто-то загорает, кто даже рыбу. Ну рыбу здесь. Здесь, да? Да. Где-то вон он. Вон они. Вон они. Ага. Вон там даже кому-то они подплыли, чтобы там кормить. Ну да. Видно их надо, надо для себя в следующий раз взять для них батончик и кормить. Не нельзя их хлебом кормить. У них от хлеба пучат животы, непроходимость, они могут умереть. Лучше зайти и купить специальный корм. Понятно. Хлебом лучше не кормить. Да, желтое твое любимое дерево. А вон целый куст, смотри. Да. Да. Теперь что, получается практически на целый месяц? Да. В Пятигорске уже такая погода в апреле была. Так все цвело. Нет, там листы было поменьше. Да, да, да. Ну и тут с опозданием. Да, да. А красота. Да, красота прям нереальная. От того, что мы смогли выйти. Что я согласилась, да. Выйти из дома. От этого еще круче. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Спасибо, что хоть пальцы мне показывают Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok